Я выиграл три встречи. Первые две у меня были не тяжелые, а в финале был тяжелый. А чем тяжелый? Ну, был достойный соперник. На ковре Дворца спорта Пролетарка в 12-й раз прошел областной юношеский турнир по греко-римской борьбе, посвященный воинам-интернационалистам, погибшим при исполнении долга в Афганистане и других горячих точках. Вот эти молодые ребята, молодые спортсмены, участвующие в этих соревнованиях, они еще раз подчеркнули уважение к нашей родине, к ветеранам и к тем ребятам, которые отдали свои жизни на войне. Ну, наверное, изюминкой наших соревнований является то, что и на открытии, и на закрытии, а главное, это в награждении участвуют непосредственно участники боевых действий. И сегодня, вот тоже вы увидите, именно в этой акции награждения будут принимать участие 10 ветеранов, заслуженных наших жителей города Твери. В коридоре Пролетарки юные спортсмены с интересом знакомились с экспонатами тематической выставки. Фотографии и осколки снарядов наглядно рассказывали о боевой жизни наших земляков. Турнир, посвященный воинам-интернационалистам, успел полюбиться юным борцам. Неудивительно, что в Тверь каждый год съезжаются представители разных городов региона. Турнир этот стимулирует. Для ребят огромный пример, когда ребята приходят, бывшие офицеры с орденами. Многие ребята в последующем поступают в военные училища и стремятся служить в спецподразделениях. Подопечные Владимира Кузихина порадовали тренера. Из восьми человек двое поднялись на верхнюю ступень пьедестала, двое завоевали серебро. Несколько наград увезли домой и борцы в Вашневолодского тренера Павла Андреева. Золото заблестело на груди его 14-летнего воспитанника Никиты Васильева. У меня была круговая система сегодня. Я боролся три раза. Всего у меня весь четыре человека было. Ну и выиграл все схватки на душе. По словам Никиты, победа на подобных турнирах имеет для него особую важность. Наверное, так считают и другие победители, которые получили медали из рук настоящих героев. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!